Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Мы продолжаем наш разговор замечательный с гениальным музыкантом, композитором, художником и замечательным человеком, которого я очень люблю, моим товарищем Владимиром Тарасовым. Здравствуй, Володя! Привет, Боря! Здравствуй! Вот джаз, ведь он пережил несколько просто каких-то невероятных революций, каждая из которых, казалось бы, должна была отменить его как таковой. А при этом он продолжается, и вот сейчас уже в эти времена опять, как мне представляется, немножко издалека, к сожалению, тоже переживает какую-то огромную трансформацию, частью которой и твоя жизнь, и твоё творчество является. Мог бы ты вот об этом чуть-чуть рассказать? Как тебе это видится? Ну, должен сказать, что джаз в том понимании, в котором мы его знаем, его уже не существует. Он остался в тех 50-х, 40-х, 60-х, и большинство музыкантов, в принципе, везде во всём мире, живёт с того, что делает копии вот этих американских джазовых стандартов, которые, конечно, замечательные. И я сказал в своём интервью, которое вот на колбасе... При этом чёрный джаз и белый джаз, всё-таки... Нет, в принципе, разницы нет. Разницы нет, да? Нет, был Бенни Гудман оркестра, был Тед Джонс Мэллуич, где афроамериканец был трубачий и белый барабачий. Нет, это всё-таки... Это не проблема. Это нет, это не проблема. Здесь нет проблемы цветокозы. Есть проблема в физике, может быть. Но, то есть, больше энергетически, то есть, сыграть дольше и держать это, как в спектакле. Нужно держать сцену. Даже если ты стоишь спиной, у вас же в театре, это говорится, тут мёртвая спина, как она называется, что меня ужасает всегда, потому что я, как музыкант, сразу это чувствую, когда вот он актёр что-то сказал, потом он повернулся, я понимаю, что он уже всё, его там вообще вообще нет. Он может почему-то уходить, потому что он не работает на сцене. В музыке то же самое, понимаешь? Поэтому вот физически афроамериканца, они выдерживают сильнее, конечно. И это не благодаря, например, там, как говорить, ну, это наркотики, там, все там, кокаин, там, марихуана, ничего подобного. Это у них просто физико-генетические такая заложенность, но они, в общем-то, такой вот, особенно хардбор, такая горячая музыка, они, конечно, дольше, чем белый держат. Но, в принципе, джаз, который уже с лёгкой руки, с хорошей руки Гилл Эвенса, когда он написал для Майлс Дэвис оркестровки, которую они делали, которые, собственно, белые, вот, идут оркестровки, когда он стал более интеллектуальным, он повернулся в совсем другую сторону. Тогда уже не было никакой разницы, хотя и белые играли достаточно горячо. Сегодняшний джаз, это всё-таки, это всё-таки, вот, наверное, сочетание современной импровизационной музыки с джазовой энергетикой. Вот, то есть, вот сегодня он... Джаз не так популярен, конечно, сегодня, собственно, как это было тогда, потому что это был всплеск, действительно, это была вот эта вот вторая волна 20-го века, как ты знаешь, 50-е, были 10-е, которые пришли, 20-е, 50-е, 60-е, который был такой всплеск, и вот где-то до второй половины 70-х это держалось. Потом он начал уходить, и популярность уже ушла. Почему? Потому как очень большие инвенции из роковой музыки вышли. В джаз пришли фанк, рок, такое, а всё-таки кесарю-кесарю, как я говорю, а слесарю-слесарю, это, я не говорю, что фанк плохая музыка, замечательная музыка, но попытки смешивать, там уже есть чисто такие технологические процессы, потому что, например, фанк и джаз-рок, это основа там 8-8-ых, например, там 8-ые, а джаз это всё-таки четверть точки с 16-м, должен быть грув. Если нет грува, то этого свинга внутреннего, его как бы не существует. Поэтому джаз живёт, он потерял большую часть своей аудитории, но не потому, что он ушёл, потому что пришла другая публика. Мы должны принять время, которое сегодня есть. И ни в коем случае нельзя верить музыканту, который будет говорить, что ой, я там так здорово играл, но меня не понял, это проблема его. Это проблема исполнителя, а ни в коем случае не публика, которая сидит, его слушает. Поэтому... А в чём изменение этой новой публики? В чём суть её запроса? Ну, у нас появились гаджеты, мы слушали музыку не как там проигрывали, хотя для меня открытие было, я был 10 дней назад в Марселе, я зашёл во ФНАК, и я увидел винилы, виниловые пластинки, и, ребята, ты не поверишь, 10 евро, 3 пластинки. Ну, просто я сначала думал, что одна пластинка, я сразу начал хватать, и когда я уже нахватал кучу пластинок, я сообразил, о чём мне хватать. Они у меня всё в оригиналах есть. То есть, чего я собираюсь покупать? Я просто купился на то, что так дёшево и винилы, оригинальные винилы переиздания. В этом же есть своя прелесть. Вот взять винил... Да и звук другой совершенно. И звук другой. А сегодня слушают в наушниках. Потребности другие. Просто другие потребности. Я уверен, что это как-то перейдёт в другую какую-то, не знаю, область, как-то всё равно видоизменится. Но сегодняшнее время, и ни в коем случае нельзя винить эту молодёжь. Это время такое. Мы живём, мы должны принять время, в котором мы живём. И вот когда они собираются в зал, вот сейчас представимся, ведь уже нет наушников, ты же не будешь... Хотя можно, представь себе, зал, и даже в театре это уже существует, что ты на каждом кресле повесил наушники, они ходили, и дальше ты им устраиваешь невероятную архитектуру звука. Есть уже такие спектакли, я, например, слышал там в Лондоне такое. Я для Иркама это предлагал 25 лет назад. Это происходит, да, потому что ты тогда получаешь возможность создать пространство прямо в зале и дополнить его уже живой игрой. Да, но это игра композитора, это как режиссёрская, это игра композиторская, это совсем другое. А вот когда мы говорим о прямом контакте, не о посредованном наушниках, и он же всё равно происходит, залы всё равно набираются, и желание прямого контакта никуда не денется, я думаю, во все времена. Конечно. Так вот здесь есть какие-то изменения? Последние два года, да. Два-три года, да. Вот в чём они, мог бы ты сказать? Ну, я, например, рад, что если, например, 10 лет назад ещё был достаточно такой провал, и публика не ходила, просто её не было, то вдруг последние два-три года я вижу на концерте 17-19-летнюю молодёжь. Пришло другое поколение, которым вдруг это стало интересно. Живая энергия джаза, да? Да, живая энергия джаза. Вот этот тач, так называемый тач, груб джазовый, он их трогает, понимаешь? Им хочется это услышать. И вот это, конечно, просто приходит... То есть эти времена циклами идут, то есть они возвращаются? Они даже не возвращаются, они, может быть, не возвращаются, потому что появились новые технологии, и всем захотелось их использовать. Это айподы, айпады, гаджеты, наушники, там, эти айпфоны там навороченные, там, 7-8, золотые, серебряные, уже люди покупают не какой там, а какой цвет там. Я видел в Калифорнии, в Сан-Франциско, очередь стоит два дня, потому что вот новый айпфон сейчас придёт, от какой там, в прошлый год это был 7-й или 6-й там. И я не понял, куда эта очередь стоит. Оказывается, они стоят, что через два дня будут продавать айпфоны. Это же сам Франциско, Калифорния, представляешь? И очередь гигантская стоит, то есть они вот ждут вот этого. Поэтому этот вот интерес ко всему новому, он как бы... Потом это новое, если, ну, подумай, ну, можно ли, было 15 лет назад думать, что у нас сейчас будут айпфоны, айпады, всё, да мы же вообще пользуемся этими телефонами. А сейчас уже как бы, ну, не наелись, но это уже стало нормой жизни. Ай, хочется чего-то другого. Человек же животное такое, ему же что-то хочется нового понюхать. Как животное есть животное. Им хочется... Ну, понюхал это, ага, это уже ясно. Облизал это своё уже отметку, пометил, как собака, пошёл дальше. И дальше вот, и вдруг он слышит, ой, там же вот ребята играют, живая музыка. Там же звучит всё по-другому. И вот это их трогает. И вот это вот новое поколение мне, в общем... Я, правда, предугадывал эту волну где-то лет 10 назад, но я, конечно, ошибся. Но вот сейчас я вижу, что молодёжь с удовольствием ходит на концерты. И плюс всё зависит от первичности исполнителя. В общем, слушателя трудно обмануть. Он чувствует, насколько исполнитель искренний. Но это не касается. Это и в классической музыке так же, и, не знаю, в любой, там, в любой. И в джазе, и в театре то же самое. То есть личность человека помешаешь? Конечно, конечно. Конечно. Личность человека, его понимание, насколько он в материале, как говорят в театре. Вот он же в материале человек или нет? А и скажи, вот я хотел тебя спросить об соотношении звука в инсталляции, звука на концерте или в записи. Что происходит со звуком, когда он перемещается на территорию инсталляционную? Тут есть понятие инсталляции, то, что вот Кабаков определяет как тотальная инсталляция. Нужно уметь провести зрителя в этой ситуации, например, Кабаков, строить инсталляцию. Она там со звуком. Нужно уметь провести зрителя в этой инсталляции. И вот если там есть звук, это очень важный момент. Вот звук должен притягивать, а не давить. Вот ты должен на его, вот как вот кролик, вот это вот, к этой змеюге, вот ты должен туда просто вот как-то должен втягивать. Потому что если звук давит, ты шарах... Вот что меня поражает в России, когда, то есть, я не могу, я не могу ни с кем поговорить, потому что, ну, что-то орёт кругом. Ну, просто, ну, настолько орёшь, что я, 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 мне просто, не то, что даже желания уже разговаривать нет, я там встречаюсь, приятно, ты хочешь о чем-то поговорить, а там какая-то тупая дискотека, просто для меня она тупая, для них она, может быть, и нормальная. Они так привыкли. Но это уровень культуры в обществе, это другая трагедия. И не знаю, даже, правда ли я, правильно я выразился, трагедия. Культура в обществе, к сожалению... Культура звучания, в частности. Культура звучания, в частности, да, и культура потребности. И потребление. Да, потому что, если я, например, говорю, простите, вы не можете убавить, а другой состав, громче давай! И тут ты понимаешь, что жить надо в ансамбле, в гармонии, то есть, надо любить своих, ближних своих, а, к сожалению, это мало. Скажи, Володь, то есть, вот смотри, вот с кино, которое сейчас, и уже достаточно давно появилось такое понятие, галерейное кино, когда кино или как участвует в инсталляции, ну, в частности, на видеоносителях, не обязательно видеоарт, это может быть даже фильм, нарративный фильм, который выставляется в галерее. Там разница, ну, такая изначальная, фундаментальная разница с кинопоказом, она очевидна, потому что в кинопоказе, можно сказать так, чуть-чуть метафорически, ты приходишь, садишься, и за определенное время, детерминированное твое время, которое ты отдал на этот процесс, кино идет мимо тебя. И вот оно все перед тобой, мимо тебя, сквозь тебя проходит и завершается. В инсталляции совершенно другой образ интерактива. Во-первых, ты приходишь и идешь мимо кино. Ты хочешь, можешь задержаться, взять наушники, сесть и смотреть, а хочешь, ты идешь мимо к следующему объекту, к следующей инсталляции и так далее. Вот то же самое ведь, по сути, происходит и со звуком. На концерте ты, как бы, имеешь такой негласный договор, заключающийся в том, что придя, ты будешь слышать и слушать, как бы, идущую сквозь тебя музыку, созданную прямо при тебе, вот здесь создающуюся. Да, вот это правильная фраза. Музыка всегда первична. Музыка великое искусство именно тем, что этот вот звук, вот прямо сейчас, он тебя либо возьмет, здесь и сейчас только. А в инсталляции ты пришел в огромный музейный комплекс или куда-то еще, не имеет значения, и ты идешь сквозь, ты идешь мимо, ты можешь задержаться, но можешь и пройти. А вот это мы, то, что мы с тобой вспоминали, мои разговоры, я имел счастье, месяц завтрака с нам Джумбайковым в 93-м году на Бионале в Венеции. Вот каждое утро мы завтракали и разговаривали над тем, вот то, что он говорил, если в течение минуты ничего не происходит, иди дальше. Потому что там постановочная ситуация, она другая. Она отличается от ситуации концертной, потому что ты здесь и сейчас, а в инсталляции, если там ничего не происходит, если... То есть требуется аттракцион скоростного соблазнения посетителей. Это то, что называется клиповое мышление, где каждые там две секунды должно что-то меняться. Должен быть, все зависит от того, вот вроде бы на Джумбайк, что он берет Буду, перед свечкой садит, оторваться невозможно. Он оставляет, то есть вот часть оставленного нечто. Втягивающие. Втягивающие, вот это вот только. А все вот, о чем он говорил, именно постановочные видео, они меня не особенно трогают. Видео. В этом очень большое заблуждение, так же, как и многие художники, которые вдруг решаются делать... Они никогда музыкой не занимались, но они вдруг решаются делать звуковые инсталляции. И понятно, насколько они дилетанты. Они знают, они берут генераторы, низкие частоты, какая там компьютер, там электрон. Но это методом набора сделано, это методом подбора. Там нет сквозной линии развития, то есть вот партитурного развития, как мы говорим, этого нет, как в спектакле. Нужно зрителя провести, не литературно рассказать там и показать. Нет, а именно вот на вот этом... Почему я люблю Маранди? Потому что у него буханка хлеба и бутылка, и больше ничего. Но это можно смотреть час. И не отойдешь, не оторвешься от этой работы, потому что там оставлена часть времени. То есть втягивающий эффект, оставляющий воздух для восприятия, сигнализирующий об этой огромной, спрятанной там возможности к разворачивающемуся смыслу или чувству. Да, смыслу, внутреннему состоянию. Смысл это все равно описательно. А вот внутреннее состояние, которое как вот... Ты можешь получить, встретившись. Конечно, конечно. Вот это очень важный момент. И, к сожалению, зачастую люди, так как вот опять же новый гаджет, ну сейчас вот, ну что там, берешь любой там телефончик, и можно любой фильм сделать, и все сразу схватились за это и пытаются изобретать велосипед там 1148-й раз, который уже давно изобретен. Но это делается методом подбора. А в искусстве методом подбора ничего не сделаешь, как ты понимаешь. Это не пазл. Можно, есть такие вот варианты, потому что есть два типа композитора, которые у них в голове уже есть, и они просто записывают, что у них... А другие сидят за роялью и вот подбирают. Можно и так, но ты все равно потом должен вдохнуть на их жизнь. Музыка великая искусство. Если оно не живет, оно все, оно теряется. Или мне там, как я говорил уже, что мне говорят, ой, тут саксофонист у нас в Москве появился. Он играет, как Джон Колтрейн. Ну зачем мне слушать? У меня все пластинки Джон Колтрейна есть. Ну зачем еще кого-то там слушать и слушать? То есть уникальность решающая. Первичность. Первичность, как ты говоришь, искренность, являющаяся следствием первичности. И в этом смысле уникальность. Скажи, Володь, а вот, я не знаю, часто ли тебе приходится слушать так называемую неоакадемическую музыку, в том числе и российскую, и не только. Ну и часто, мы же с Сысоевым совершенно замечательно. Да, вот я очень люблю Алексея. Ты знаешь, что мы сделали оперу совместно. Да, знаю. Чудесный, светлейший человек. А вот чуть-чуть можешь рассказать, какие у тебя ощущения вот этих нового поколения, вот этих как бы неоакадемистов, хотя на самом деле это невероятно радикальные, свободные и чудесно универсально ориентированные люди. А радикальные они были в тот момент, когда они это придумали. Когда вещь придумана, уже слово «авангард» умерло в тот момент, когда оно произнесено. Понятно. А вот Леша Сев, да, его можно так говорить, но в нем есть совершенное внутреннее состояние, какое должно быть у композитора, которое было у великих композиторов. Он вот сочиняя вот это, он оставляет вот этот момент импровизационный. Природно, да? Природно, да. Этому же не научишься. Невозможно. Этому невозможно научиться. Это должно быть внутри. Можно научиться, конечно, в принципе этому, но все равно умение понимать нечто свыше, что идет через нас, это надо лаудзи читать. Ты это прекрасно знаешь, о чем я говорю. А скажи, а среди исполнителей, вот, например, барабанщиков современных в России или в Европе, ну, в Европе, наверное, там иная ситуация, просто она мне не так, конечно, известна. Именно вот в этом новом джазовом времени, назовем его так, появились какие-то подлинные звезды, подлинные, уникальные, но новые? Ну, очень много. Много. Есть, есть. Это очень задействие. Я не знаю российскую сцену, вот тут как раз наоборот. Я знаю европейскую, американскую, да. Ну, конечно, появляется молодежь, молодежь очень самостоятельная, очень много из классической музыки приходит вот в джаз, вернее, они приходят в современную импровизационную музыку, то, что Леша Алексеев занимается, вот такое вот, он пишет, у него все написано, но он оставляет вот возможность внутреннего дыхания исполнителя, он дает ему вот это вот. Поэтому люди, академисты, которые оканчивают там вот музыкальные академии, там или консерватории, они приходят, они начинают, потому что композиторы пишут аллеаторическую музыку, которая позволяет что-то делать, они даже сами еще сначала не понимают, что это уже ближе к джазу. Они там импровизируют, потом появляется внутренняя атака, и достаточно много, и очень много удачных сочетаний, очень много скандинавских людей, очень много во Франции, очень много, например, вот вся школа Джона Зорна в Нью-Йорке, совершенно замечательно. А у него целая школа существует? У него там целая школа, у него там вообще клуб Стоун. Он тоже поразительно разнообразный. Да, разнообразный у него этот Стоун-кафе, где вот я достаточно часто играю, слава богу, счастью, и то же самое в Сан-Франциско, вот это Бёркли, Окленд, вот эта вот школа до сих пор держится очень хорошо, и молодежь появляется. Очень много молодежи играющей появляется сейчас. А скажи, вот в своё время искусство ударника, скажем так, хотя это смешно звучит. Барабанщика. Барабанщика, да. Барабанщика. Оно переместилось на перкашин и как бы стало существовать с самыми разными фактурами, способами извлечения звука. Нет, дело в том, что наоборот, барабаны, как таковая, это часть перкуссии. Перкашин — это всё, что есть. Собственно, туда входят и литавры, и, в общем, в принципе, мы считаем... А вот это, в принципе, выход из-под власти фактуры, такого оркестровой фактуры, в какие-то совершенно другие столкновения фактур. Тебе это сейчас интересно, и вообще это как-то сейчас разрабатывается? Ну, это разрабатывается. Это то, что называется сонористические игры, которые... Они безусловно, в конце концов, я всё время привожу в пример то, что у меня произошло в детстве, на что я обратил внимание, что касается звука, хотя я и барабанщик. Для меня было два основных звука в жизни, которые до сих пор остались... Это когда я шёл в школу в Варенках по снегу, и вот хруст вот этого снега гениальный, он меня до сих пор завораживал. Он тогда меня завораживал, мне было там 7 лет. И когда, так как я помор, как ты знаешь, родился в Архангельске, откуда уже уехал, не знаю, сколько лет назад, и вот когда ломается лёд на Северной Двине, вот это гениальный звук. Ну, это просто вагнер такой, знаешь, вот стоят ледорубы вот такие большие, Северная Двина мощнейшая река, я помню, как мы сбегались с уроков, и сидели вообще рискуя головой, потому что прыгая по этим лединам на ледорубе, потому что он же не у берега стоит, и вот когда ты сидишь, и вот этот лёд на тебя идёт, и там такое, там, там, там просто фантастика. Поэтому из этого я сделал вывод уже через много-много лет, что, в принципе, любой звук является музыкой, если он профессионально организован. Вот тут всё-таки должно быть мастерство и профессионализм. Нельзя вот просто из набора звуков там что-то сделать. Если этим не занимается профессиональный человек, то это не получится никогда. То есть он должен быть, должно быть, нужно пройти все три стадии вот этих цирроновских, аматёр, профессионал и мастер. Нельзя выбросить, как у нас, вот такая, как я говорю, вот проблема, например, российского фри-джаза, что они из-за матёров и самоделения сразу решили быть мастерами, просто не научившись элементарно технически сыграть правильно, понимаешь? Поэтому это как бы неинтересно становится. Но нужно знать все эти три градации. И поэтому когда-то уже вот я привожу пример постоянно одно и то же. Или там, например, квадрат Малевича чёрный, которым вроде бы ничего нет, там вся история искусств. Или там Марк Ротко работает. Или того же самого Маранди, которого я уже упоминал. Понимаешь? Это вот вещь, когда ты прошёл вот эти стадии обучения, как если это самоделец, ты прошёл, прошёл курс обучения, ты стал профессионалом, а потом ты должен всё это забыть и стать, вот ты всё равно это забыть же невозможно. Это вот всё, что мы учили, это же вот там сидит. Но ты мастер, ты переходишь в тот разгляд, когда ты становишься частью того, что ты делаешь. Ты звучишь. Вот в музыке это гениальные два примера, которые я написал в своей книжке, которую, может быть, у тебя я тебе дарил трио. Это вот концерт Горовица в московской консерватории, когда он вышел, это пальчики толстые, тушкостые, как он там это играет. И вот он ещё не начал играть, вот этот принуд Шопена, мы уже его слышали, и он потом его начал играть. И Дюк Алинтон в театре эстрады, он вышел на сцену. И всё ещё до того, как рокес начал играть, мы слышали эту музыку. Это везде. Это состояние, если оно возникает, художник счастлив. Володьичка, дорогой, очень жалко, что мы должны завершить наш диалог. Я хочу напомнить тебе идею. Возможно, мы её воплотим. Ведь 70 лет исполняется не только тебе, но ещё Лёве Рубинштейну, замечательного поэта. Может быть, нам удастся, и тогда я сообщу радиослушателям чуть позже об этом, сделать ваш совместный концерт, посвятив вашу... У нас есть программа сделана, мы её показывали на Франкфуртской книжной ярмарке, в Вильнюсе. И мы попробуем у нас, в нашем фойе, где идут самые разнообразные программы, сделать такой вот вечерок для подлинных ценителей. Спразднуем наши 140 лет. Да, ваших 140 лет. И ещё раз я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что 20 апреля мы будем представлять проект «Театр и его дневник» и первым, первым таким вот реальным началом этого большого проекта, который ещё для меня связан с такими словами, как «Архивирование будущего», будет книга «Недоросль», посвящённая нашей с Володей совместной постановке в далёкие 90-е, в конце далёких 90-х... В прошлый век. В прошлый веке, да, в прошлом веке, в прошлом тысячелетии осуществленный нами в Вильнюсском драматическом театре русском, который в то время, как художественный руководитель, возглавлял Володя Тарасов. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok